Минувшая суббота стала знаковой для многих парней Беларуси и их родственников. Новобранцы принимали воинскую присягу. Традиционно для нашего региона событие проходило на священной земле Брестской крепости Герой. С напутственным словом к солдатам обратился руководитель Брестской области Константин Сумар. Та традиция, которая у нас стала символичной по принятию присяги именно на территории Брестской крепости, она говорит сама за себя, какими должны быть все-таки наши защитники. Ну, в первую очередь, очень любящие свою родину, преданные своей родине, мужественные. Надо, чтобы они обязательно помнили своих предков, которые полили своей кровью потом эту землю, на которой священная мы называем земля, на которой мы ежегодно принимаем присягу вместе с ними. И чтобы они были достойной сменой своих отцов, своих дедов, своих прадедов. Воинскую присягу на площади церемониалов приняли 868 новобранцев. Пограничники, артиллеристы, бойцы спецназа и внутренних войск. Каждый из новобранцев с темно-красной папкой в руках во всеуслышание зачитывал слова воинской клятвы. Наверное, только те, кто служил в армии, знают, сколько подготовки требует эта красивая процедура. Сегодня это военнослужащие, которые прошли отбор предварительных военных комиссариатов области, прошли отбор командирами воинских частей и призывными комиссиями. Волнение на Святой Брестской земле, обильно политой кровью советских воинов, испытывали не только молодые призывники, которым впервые доверили оружие. Переживали также друзья и родственники ребят, пришедшие поздравить и поддержать сыновей, мужей и братьев, в полной мере ощутивших необходимость воинской службы. Армия – это важный этап в моей жизни. Я считаю, что каждый гражданин Республики Беларусь должен отдать долг своей родине и пройти через этот жизненный опыт. Закончился ритуал традиционно – торжественным маршем по площади церемониалов. Впереди у новобранцев первое увольнительное, а дальше армейские будни, закаляющие мужской характер и возможность осваивать военные специальности, которых армия предлагает более 80-ти. В целом по Республике клятву на верность родине 15 июня дали более 7 тысяч солдат. Редактор субтитров А.Семкин